Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил признаки жизни на далекой планете. Слышали об этом, наверное? Звучит впечатляюще. Но давайте разберемся, где здесь наука, а где просто громкий заголовок. Я вышел под звездное небо, кстати говоря, не просто так. Сегодня с помощью вот этого любительского телескопа мы найдем на небе ту самую звезду, вокруг которой вращается планета с названием К2-18b. Именно в ее атмосфере ученые нашли биомаркеры. У меня на канале мы занимаемся практической астрономией. И таким образом можем вместе прикоснуться к большой науке. Я даже отыщу телескоп Джеймс Уэбб. Посмотрим, как он поживает сейчас. А заодно и обсудим пять действительно значимых, а не вирусных его открытий. Поехали! Вообще, что же такое К2-18b? Звучит будто случайный набор букв и цифр. Будто бы на пикче для проверки, что вы не робот. Но нет. Тут есть четкая логика. К2 – это обозначение второй миссии космического телескопа Кеплер. После выхода из строя двух его гироскопов в 2013 году, оригинальная миссия Кеплер была модифицирована и началась программа К2. По сути дела, это продолжение охоты за экзопланетами, но уже с другим методом стабилизации. А-18 – это просто порядковый номер. К2-18 – это 18-я звезда-кандидат, у которой предполагалось существование экзопланет. И на данный момент подтверждено наличие двух – К2-18b и К2-18c. И вот первая из них стала суперзвездой недавних новостей, потому что появились свидетельства гипотетической жизни на ней. Но когда читаешь эти статьи, видишь обозначения из букв и цифр, то воспринимаешь эти новости, ну, отчасти фантастикой какой-то, ведь это где-то далеко и не с нами. Но на самом деле звездочку К2-18 можно сфотографировать в любительский телескоп. Находится она в созвездии Льва. А созвездие Льва у меня за спиной. Чем не повод ее отыскать и сфотографировать? Звезда К2-18 находится на границе созвездий Девы и Льва. Вот так выглядит созвездие Девы. Его украшает довольно яркая звезда Спика. Тут же поблизости расположилось созвездие Льва. Именно в нем и находится К2-18. Но за пределами знаменитой фигуры. Примерно вот тут. Точные координаты вы можете увидеть на экране. Для съемок я использовал телескоп Skywatcher 130PDS на монтировке HEG-5 Pro и камеру ZVO-294MC Pro. После сложения 20 кадров по одной минуте у меня получился вот такой результат. Посмотрите на эту рядовую на первый взгляд звездочку. Перед нами красный карлик К2-18. 13,5 звездной величины. Для визуальных наблюдений объект довольно слабый. Потребуется крупный любительский телескоп, чтобы ее разглядеть. А на фотографии, как видите, его получить вполне возможно при определенной сноровке. К2-18 находится на расстоянии 120 световых лет от нас. Она в два раза меньше и холоднее нашего Солнца. Как я уже сказал, у этой звезды на данный момент обнаружено две экзопланеты. Но именно К2-18b стала предметом наибольшего научного интереса. Ее открыл телескоп Кеплер в 2015 году. Первые измерения показали, что она, вероятно, находится в зоне обитаемости. То есть там, где комфортная температура для поддержания жидкой воды. А это маркер возможной жизни. Уже в 2019-м, благодаря данным с космического телескопа Хаббл, на К2-18b был обнаружен водяной пар. Кстати, телескоп имени Хаббла был выведен на орбиту в апреле 1990 года. И сейчас мы отмечаем 35-летие его научной деятельности. Орбита Хаббла находится на высоте примерно 545 километров. К сожалению, в северных регионах невозможно увидеть его пролеты. Даже у меня. На 43-й широте он не поднимается выше 10 градусов над горизонтом и доступен всего несколько дней в месяц. Это редкие для меня кадры. Пока что всего один раз мне удалось запечатлеть пролет Хаббла. Вот это еле заметная точка. Летящая по краю поля зрения и есть легендарная орбитальная обсерватория. Блеск у Хаббла тут всего лишь около третьей звездной величины. На такой высоте и в таких погодных условиях его можно было бы разглядеть только в бинокль. Для меня пронаблюдать полет Хаббла – это своего рода дань уважения за его выдающиеся заслуги. А в конце декабря 2021 года в астрономии открылась новая страница. В космос был запущен инфракрасный телескоп Джеймс Уэбб. С обывательской точки зрения он стал своего рода преемником, сменщиком для обсерватории имени Хаббла. Поэтому их часто сравнивают и говорят о них в паре. Даже есть специальный сервис – Space Telescope Live, с помощью которого ты можешь посмотреть, что сейчас наблюдает Хаббловский телескоп, а что Джеймс Уэбб. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Позалипайте. Подтверждает взаимосвязь двух космических телескопов и тот факт, что Джеймс Уэбб уже вскоре после начала работы пронаблюдал ту самую экзопланету К2-18b. Первый раз шумиха возникла, когда в 2023 году после наблюдений Джеймс Уэбба в ближнем ИК-диапазоне на экзопланете были обнаружены молекулы метана, углекислого газа и признаки такого соединения, как диметилсульфид. Это яркий биомаркер. На Земле он образуется в океанах, его выделяет фитопланктон. Правда, первые наблюдения были недостаточно точными, и сейчас Джеймс Уэбб провел дополнительное исследование планеты К2-18b. Уже с помощью другого прибора в среднем ИК-диапазоне он вновь нашел следы диметилсульфида, и теперь с точностью 99,7% ученые могут сказать, что это не статистическая ошибка. После всех этих открытий сложилось более полное представление и о планете К2-18b. Изначально она считалась суперземлей с каменной поверхностью, но теперь ученые считают, что перед нами субнептун или гикеан, то есть планета-океан с водородной атмосферой. Наличие диметилсульфида может свидетельствовать о том, что океан на К2-18b может кишить живыми микроорганизмами. Но пока мы не можем говорить о сколь-либо реальном открытии жизни на планете. Это лишь гипотеза. С ее подтверждением есть несколько проблем. Во-первых, диметилсульфид может быть не связан с жизнедеятельностью, и найти неорганические источники для его синтеза – интересная задача для астрохимиков. Во-вторых, нужно продолжить исследования, чтобы повысить точность получаемых данных. Исследование спектров экзопланет – задача крайне сложная и нетривиальная. Но вдумайтесь, какой гигантский шаг вперед сделала наука. Первые экзопланеты были открыты в 1992 году. Только лишь начал работать телескоп имени Хаббла. Сейчас мы уже изучаем их состав. Это не фантастика, а реальность. Мы уже получаем изображение планет у других звезд. На обсерватории Кека за несколько лет наблюдений за системой HR 8799 даже зафиксировали их взаимное движение. А вот эти же экзопланеты на фотографии Джеймса Уэбба. Следующее большое открытие в мире экзопланет может произойти в системе Трапест-1. Там целых три планеты находятся в зоне обитаемости, и Джеймс Уэбб их уже наблюдает. Так что ждем. Вообще, когда мы говорили про связь телескопов Хаббл и Джеймс Уэбб, нужно отметить и большие различия между ними. Размер зеркала у Хаббла 2,4 метра, а у Уэбба уже 6,5 метров. Хаббл наблюдает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах, а Уэбб в инфракрасном. И потому имеет возможность углубить исследование, заглянуть дальше, приблизиться к моменту Большого Взрыва. Ну и орбиты у этих инструментов сильно отличаются. Как я уже говорил, Хаббл вращается вокруг Земли на высоте около 545 километров, а Джеймс Уэбб находится в точке Лагранжа L2. Чтобы его отыскать на небе, нам потребуется телескоп, астрокамера и точные координаты. Получить мы их можем на насовском сайте горизонты. Мы находим тут телескоп Уэбб, вбиваем нужные даты, интервалы и генерируем эфемериды. Теперь мы можем их загрузить в какой-нибудь компьютерный планетарий, чтобы выяснить, где же сейчас расположился аппарат на ночном небе. Я использовал планетарий Стеллариум, и как видим, сейчас Джеймс Уэбб находится в созвездии Скорпиона. Да, наверное, это интересно, посмотреть в Стеллариуме, где находится сейчас космическая обсерватория Джеймс Уэбб. Но куда прикольнее это сделать на реальном звездном небе. Тем более, что созвездие Скорпиона уже неплохо так поднялось над горизонтом. Вот оно у меня за спиной. Кстати, яркая звезда, которая там видна, звездочка Антарес. Она так прям украшает созвездие. К сожалению, в северных регионах Скорпион поднимается не очень высоко, и там снять Джеймс Уэбб в эти дни будет, наверное, проблематично. Но у меня здесь на юге с этим никаких траблов не будет, поэтому совсем скоро я уже перенаведу свой телескоп в сторону созвездия Скорпиона. И уж простите за эту банальную банальность, но попробую снять свой любительский телескоп, телескоп космический. Ну а пока давайте я вам попробую с помощью вот этой лазерной указки показать, где же Джеймс Уэбб прячется в созвездии Скорпиона. И сделаю это на реальном звездном небе. Итак, вот у нас клешня Скорпиона. В созвездии украшает красный сверхгигант Антарес. А примерно в этой части созвездия скрывается Джеймс Уэбб на момент съемки. Ну а дальше дело техники и опыта. Я навелся в нужную область неба, проверил, не промахнулась ли монтировка. Для этого сопоставил полученная камера изображения с заранее заготовленной картой. Когда убедился, что все хорошо, начал снимать 60 кадров по одной минуте в выдержке каждой. Затем я сложил каждые 10 кадров и получил вот такую анимацию из 6 фотографий. И честно говоря, первое время думал, что меня постигла фиаско. Настолько невыразительным и тусклым оказался Джеймс Уэбб. И только пристально вглядевшись, мне удалось его обнаружить. Это слабая движущаяся точка и есть тот самый уже легендарный космический телескоп. Ну здравствуй, Джеймс. Мы с тобой не виделись уже 3 года. Как время-то летит. Если с экзопланетами мы разобрались, то давайте посмотрим, что же еще интересного делает Джеймс Уэбб. Начнем с рекорда. Телескоп превзошел сам себя, обнаружив саму древнюю на сегодняшний день галактику. Вот с таким названием. Я его никогда не воспроизведу сам. Она сформировалась всего через 290 миллионов лет после Большого Взрыва. Для понимания, если бы история Вселенной была сутками, то эту галактику мы видим в первый час после полуночи. Изначально объект заметили с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона Ниркэм. Он оказался слишком ярким для такого возраста, что заставило ученых насторожиться. Но в начале 2024 года пришли результаты спектроскопии Нирспек. И все подтвердилось. Красное смещение Z равно 14,32. Что значит, что длина волны растянулась в 15,32 раза. Это новый абсолютный рекорд. И новая пища для размышлений. Пока абсолютно непонятно, каким образом так быстро после Большого Взрыва образовались первые галактики и черные дыры. Джеймс Уэб внес и важное уточнение в вопрос о скорости расширения Вселенной. У нас давно есть проблема. Если считать по реликтовому излучению, то получается 67 километров в секунду на мегапарсек. Если измерять сегодняшними методами по своеобразным маякам во Вселенной, цифеидам и сверхновым типа 1А, выходит 73-74 километра в секунду. Теперь Уэб измерил далекую сверхновую, причем наблюдал ее трижды благодаря гравитационному линзированию. Да-да, один и тот же взрыв в трех разных версиях. И получил 75,4 километра в секунду на мегапарсек. То есть расхождение подтверждено. Космологи только еще больше призадумались. Но Джеймс Уэб изучает далеко не только окраины Вселенной. Он и в Солнечной системе делает открытия. Например, Уэб впервые увидел полярное сияние на Нептуне. Давно предполагали, что они есть. Но теперь у нас на руках подтверждение. И тут все необычно. Сияние не на полюсах, как на Земле или Юпитере, а на средних широтах. Все из-за того, что магнитное поле Нептуна сильно наклонено. Аж на 47 градусов относительно оси вращения. И раз уж речь зашла про полярное сияние, то не могу с вами не поделиться. В ночь на 2 мая я телепортировался с 43 на 59 широту и заснял вот такую красоту. Почти три года не наблюдал зеленых сияний. Приятно было вновь с ними повстречаться. Веб зафиксировал рекордный выброс воды из-под поверхности спутника Сатурна Энцелада. Длина шлейфа около 9600 километров. Это в 20 раз больше диаметра самого Энцелада. При этом объем выброса 300 литров в секунду. Интересно, что лишь треть выброшенной воды остается у Энцелада, а остальное разлетается, пополняя кольца Сатурна. Энцелад вообще один из самых интересных кандидатов на наличие жизни в нашей Солнечной системе. Под его ледяной коркой скрывается океан соленой воды, и теперь мы знаем, что он куда активнее, чем считалось раньше. Согласитесь, интересное открытие. В рамках одного ролика рассказать обо всем, ну просто невозможно. Если хотите продолжить изучать тему, в описании я оставил ссылки на несколько интересных и важных открытий. И я надеюсь, для Джеймса Веба это только начало большого и славного пути, как у Хаббла. Как тут опять обойтись без этих сравнений? А на этом, друзья, у меня сегодня все. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии как можно больше. Если хотите поддержать Астроченел финансово, вы можете это сделать на Бусти и Патреоне. Ссылки также в описании. Ясного неба, успешных наблюдений и ярких открытий, как у Джеймса Веба. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!